Субтитры сделал DimaTorzok С моей маленькой проворной козой Хватит лизать мне руки Я поужинаю, а мне лишь руки Наконец-то вышла в эфир Кстати, я сегодня выходила уже в эфир Я просто их не сохраняю Вот такие вот дела Просто мой комок Счастье Подписывайтесь, кто не подписан на ее страницу Потому что она реально любит фоткаться Она реально позирует, кстати Типа она сейчас не понимает, что ей надо Классная помада, спасибо Как день прошел? В работе Вообще Сейчас пойду отдыхать, потому что Завтра у меня трение И очень-очень много дел О, Вадим, здорово Да Ну, в принципе, уже нет, но да Слышите, как она скулит Жалко, что меня не было на концерте с мамой Не знаю, мне не жалко Ну, у меня дела прошли очень продуктивно Кусь, 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 кусь Кусь, 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 кусь Сегодня была на презентации косметики Лены Шейдлины, если вы знаете такую блогер... Ой, блин, у нее такие сумасшедшие фотки. По мне это вообще лучшие фотоблогеры, не знаю сказать, по искусству как-то интернет-обработки, фотообработки, вот этой всей штуки. Лучший реально просто человечек, это творческий ангел, творческий воробушек, я не знаю, лебедушка. У нас замечательные сегодня были в ритуале в европейском на презентации косметики сода. Вот, и у меня куча всяких, она мне даже дала на тест. Ладно, так, ты значит вот так, да, устроилась? Ладно, вот, она мне дала на тест макияж тоже. Изменилась ли твоя жизнь с появлением Лизы? Ну, в принципе, конечно, да, конечно, да, вынуждена заботиться, кроме того, как, там, своей семье или, там, себе. Вот, об этой девчонке думаю постоянно, потому что надо следить там, зубки выпадают, не выпадают, к врачу надо, не надо. Ну, в общем, это же, это ответственность, это жизнь, это, в принципе, как будто, мне кажется, как будто ребенок появился, который не надо, правда, в детский сад устроить. Но, да, безусловно, это ответственность. И также, когда там только привыкает, и спать не давала, и, в общем, все это, все проходили. Влогером не хочу стать, честно, мне вообще это неинтересно. Вот. А, у меня рука просто устала, так, так, я когда вела машину, хотя бы я немножко отдыхаю. А что не спишь? Я так пришла домой с работой. Череповец, честно, не помню, была я там или нет. Так. Так, завтра тоже будет выступать в БКЗ Октябрьский, да. Но я там не буду. Ну, это кто там такой лежит, такой, такой, такой? Она всегда рада. Кстати, как еще изменилось мое поведение, это то, что я, когда прихожу домой, даже если я устала или у меня плохое настроение, я вынуждена засунуть его себе в задницу, потому что этот ребенок ни в чем не виноват. Поэтому тогда ты мне начинай щипать, моя курочка. Она хочет, чтобы поиграться. Сколько лучше лет выходить замуж? Ребят, можно неудачно выйти замуж как в 40 лет, так и в 18. Что за идиотизм? Когда вы счастливы, когда вы любите, тогда выходите замуж и женитесь. Знаете, как, а по поводу детей, если у вас голова на плечах есть, мне кажется, ну, если Бог дал, значит, Бог даст и на что жить. Вот. У Арсения тоже в прямом эфире. Да? Да, он в прямом эфире, кстати. С днем рождения. До дня рождения еще неделя. Это косметика моя, а не твоя. Понимаешь? Нормально? Тоже хочешь краситься? Вот. Вот. В общем, дела хорошо. Спасибо большое. Желайте мне процветания. Вам того же. Улыбок желаю побольше. И чтобы, в общем, вы были счастливы. Счастье – это замечательно. До этого мы и живем. Я хорошо. Я не знаю, на кого я похожа. На себя, наверное. Я внешне ни туда, ни туда, мне кажется. Нет, день рождения не сегодня. О, косточку принесла? Ты все игрушки вытащила, ты знаешь? Уставшая она, не пьяная. Ой, у людей реально... Вот у меня полное ощущение, что они судят по себе, видимо. Потому что если у тебя синяки под глазами, это значит, ты героинчик. Если ты разговариваешь вяло, это значит, ты пьяный. Или по чем ты, господи, ребят. Вы не работаете, что ли, никогда? Вы что, не встаете рано и не приходите домой? И в 12 часов ночи что-то работают? Что за бред? Что за бред? А на дядю? У меня нет дяди. Прикол? Похорошила, снимала, как давно ваша семья, точно изменила, слежу и радусь. Ой, спасибо большое. На что поснимали? Я не смею. Смотри, куда. Что пришла ко мне, моя сладкая? Приятно. Я работаю с людьми, прихожу домой на высокую сучку, даже кружку с чаем еле поднимаю. Да! Да! А я выхожу в эфир, чтобы никого не обидеть, потому что есть люди, которые ведут фан-группы, которые стараются. И мне хочется хоть как-то поддерживать связь, потому что мне дико-дико приятно. что, ну, в общем, вы меня поняли. Ой, сейчас. Всё, 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 всё. Арсений, да, да, да. Так. Окей, понятно. У меня хорошее зрение, отличное. Отличное зрение у меня. Так. Вижу очень много бульгарщин, я не понимаю, зачем люди это делают. Неужели так нравится унижать себя? Заводить анонимные аккаунты, вот этой вот фигнёй страдать? Как будто это что-то, как будто что-то мне с этого будет. Сами же себя, блин, принижают, зачем? Наоборот, такими поступками, кстати, люди возвышают того, кому они это пишут, и сами себя занижать. Скоро я пойду, наверное, от вас. Да, синяки, конечно, у меня. Ну, главное, что на съёмки я выглядела нормально. Нормально. Очень яркая помада. Это же замечательно. Вообще, макияж и мода — это фан. Узбекистан, это же, блин, я так консервативно жить. Всё дано в этой жизни, чтобы ты мог меняться, радоваться под своё настроение. Мне нравится. Привет, Узбекистан. В ближайшее время, может быть, я не служу уже ни в каком театре. К сожалению, я очень разочаровалась в театре. Очень. Я имею в виду в том, какие там люди, какие там интриги, расследования, честно. Маникюр, кто просил, он, 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 ой, ой, я помаду задела. На самом деле, он прозрачный. Почему так кажется? Короче, он прозрачный и просто с такой глянцевой втиркой. Вот. Зубы-то свои нет, блин, чужие. Что за бред просто? Вот всё. У меня такое ощущение по комментариям, что у нас все обязательно наркоманы, пьющие, с уродливыми зубами, с косой харей. И обязательно, если в тебе есть что-то норм, это обязательно не твоё. Вы... Просто вот так хочется сделать. Она со мной будет спать. Она ко мне только приходит спать. Она может спать только со мной. Вообще, борзая баба. Так, у тебя были в тройке в школе за четверть. Да, у меня были. Ну, тупо, потому что я вообще прогуливала. Лизия. Не надо. Сейчас я это беру. Потому что я прогуливала. Потому что мне нравилось сходить на театральные недели. Ставить всякие постановки там. Танцы, шмансы. Я это любила. Мне было скучно сидеть на уроках. Вот. Так, ну да, конечно, блин, были. Я вообще та ещё засранка. Я очень вообще буйная была. Ну и сейчас как бы я буйная, но я адекватная. Я могу, если что, как бы прекратить гнать. Так, ну вообще, это было так давно. Но я школу закончила почти 10 лет назад. Вы представляете? Да, 9 лет назад закончила школу. 9 лет назад! Школу! Закончили. Нет, не зевнёшь. Я думала, ты зевнёшь. Да, она зевнула! Я же знаю, когда она зевает. Я знаю, как она облизывается, когда хочет зевнуть. С кем живут, по теме сует вокруг сможет. Блин, да! К сожалению, так оно вот... Ну вы понимаете, да? Уровень милости просто зашкал. Да, так оно, видимо, к сожалению, и происходит. И мне очень жаль. Мне очень жаль, что люди не хотят, блин, стремиться к лучшему. У меня в самой есть знакомые, которые предпочли... Когда-то дружила с некоторыми людьми, с одной компанией в определённый момент, которые были очень талантливые, очень перспективные. Но они предпочли всех засирать. Вот серьёзно. Они были как бабки ворчливые. Вот кого бы ни показали по телеку, вот что бы ни случилось, они постоянно всем не нравились, они всеми недовольны. Везде есть причина, что кто-то с кем-то переспал, кого-то купил, а там то-то, а там всё-то. Вот все плохие, а он хороший, но только он один неудачник. Вы знаете такой тип, да, людей? У которых вечно ищут оправдание своей неудачной жизни. Вот и, к сожалению, эта компания людей... Кто-то спился, кто-то более плохие вещи начал делать. Даже знаю некоторых... Вернее, одна пара, которая образовалась в этой компании. У них появились дети, они стали наркоманами детей, и у них отобрали. Но они продолжают что делать? Хейтить всё вокруг. Все вокруг виноваты. Вот так. Поэтому не надо... Не надо заниматься этими делами. Это ничего не приносит окружающим. Это вредит вам. Скажите, что мне замечательная собака. Она понимает. Замечательная собака. Лизнь. Ой, уже вырубанки. Уже выру... Она всё, она вырубается в прямом эфире. Просто у некоторых людей, если своё, то обязательно не сделано. Если своё, то обязательно... А, в этом смысле, да. Фейсбол. Так, сегодня пятница, надо отдыхать. Никогда пятница, мне кажется, кроме студенчества, не ассоциировалась у меня с отдыхом. У нас нет такого. Ну, как бы в творческих профессиях нет такого, что пятница или суббота, или воскресенье надо отдыхать. У нас графика нет. Почему выбрала именно это имя для собаки? На самом деле, выбрала не я. Вначале предложили Лизу, но мне не очень понравилось имя Лиза. Ну, она потом просто кинулась и начала облизывать моё лицо с ног до головы. И я просто лицо с ног до головы зевнула опять. Ну, хорошо, поняли. Салва до подбородка. И я говорю, ну, если не Лиза, то она точно Лизе под Лизе. И всё. Ничего в этой жизни не изменилось. Ну, вот чисто же, блин, Лизе под Лизе. Олечка с 15.09 не переигрывает. Слак вам в руки. Смотрите, каким вы стереотипами живёте. Ужас. Ужас! Ну, разве она тянет как бы на другое имя какое-то? Ладно, Лиза, ты хочешь ещё со мной посидеть, что ли? Ты хочешь ещё со мной посидеть, что ли? Так. Ой, нам где-то пол первого, наверное, уже. Привет, Даша! Привет! Как картинка? Собака не голодная, если что Это просто ее стиль Кто-то хейтит, а кто-то Лижет Мне руку Блин, господи, сколько я ж матерей Видела раза два тебя, но стеснялась Блин, господи, я не фанатка Видели меня? Ой, а где меня видели? Когда? Посмотри в камеру, чудо А что у тебя слезки натикут? Надо выделить шлюшки Это русские все шлюхи Сказала Самира Good luck Почему мало зрителей? Может быть потому, что ночь? Кстати, как-то зашла на трансляцию Наоми Кэмпбелл Я даже сделала скриншот У меня был шок Что у Наоми Кэмпбелл было 200 человек в эфире 200 Я была в шоке Да На самом деле это после обновления Инстаграма Вот когда он обновился там полгода назад Вот такая фигня пошла Что Странно Типа я могу выйти в эфир в 4 утра И у меня было несколько тысяч одновременно А могу выйти типа в 6 часов, в 7 часов вечера И типа просто Нема И еще люди, кстати, не видят мои эфиры Вот сегодня даже опять сказали Слава богу, ты вышла в эфир А я типа выходила в эфир и сохраняла даже Так, Баку, привет 9 мая где отмечать будем, скорее всего, работать Мне очень нравится, Тина Гилмор ответила Очень круто, простебала чувака Ничего не поняла, но ладно Ой Почему не спишь? Потому что ты только недавно пришла Домой Морда Моя сладкая морда Ой, сейчас отчихну Имя ушастик Ты серьезно? Она по паспорту Элоиза Поэтому у нас такой выбор Стал Она Элоиза, на самом деле Она у нас Элоиза Тайгри Так Да, кстати, я смотрю в Дудь Смотрю Я смотрю несколько таких интервьюшных штучек Это Дудь И это По-моему, называется А поговорить Это с Вискуновой И еще с одним журналистом Я не знаю, как ее зовут Такая рыженькая Очень тоже нравится Тоже мне импонирует Фу-фу-фу-фу Моя сладость, радость Моя любимая Я не могу Что, Господи Да, не кусай, пожалуйста Сейчас упадешь Нет, не собираюсь на море Собираюсь выпускаться И делать очень много Очень много всего Так Понятно 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 Я просто листаю параллельно Вдруг я какие-то вопросы пропустила Ладно, ребят Я пойду Мне надо делать дела И завтра у меня тренировка Ах ты Кушаешь мои джинсы Засранка Да Вот Завтра тренировка И дальше очень-очень-очень много всего Все Вам счастья, любви, здоровья И, пожалуйста, не злитесь Лучше Каждый раз, когда вы чувствуете злость Сделайте для себя что-нибудь хорошее Я не знаю Знаете что-нибудь новое Какой-нибудь факт Или выучите какое-нибудь слово Может быть выучите английский Выучите слово Тогда какое-нибудь Новое Вот Пустите негативную энергию в нужное русло Или пойдите в конце концов В спортзал На бокс Пусть это будет пользой для вас Не разрушайте себя Пока Пока